МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На старт, внимание! Чебоксары готовятся к лыжне России 2015. Нет и не надо. Госнаркоконтроль Чуваши подвел итоги работы за прошлый год. Ваше здоровье. Что означает счет от врача? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ноу-хау для учеников и квалифицированная помощь для пациентов. Об этом и многом другом говорили на встречах в Чебоксарском районе. Михаил Игнатьев побывал в местной поликлинике, посмотрел цены в аптеке и встретился с лицеистами. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. На витрине этой аптеки выставляются только те препараты, цены на которые устанавливает государство. Любой пациент может ознакомиться со стоимостью лекарств. Их перечень у всех на виду. Пенсионерка Елизавета Александрова чаще старается приходить именно сюда. Она говорит, что здесь всегда большой выбор российских медикаментов. Я российскую стараюсь покупать. И дешевле, и лучше. Я привыкла к российским препаратам. Вот не патентованное название. Амипразол. То есть это действующее вещество. Амипразол, амипразол. Название это уже торговое, индийский препарат. А российский идет под тем же названием амипразол. Цена 30-200. Как говорится, большая разница. Сотрудники аптеки принимают и заявки на отсутствующие медикаменты. Время доставки сутки. Для удобства пациентов, которые живут далеко от районного центра, препараты им привозят. Прямо на дом. Мы осуществляем доставку через фельдширов. У нас фельдширов. С ними заключен у нас договор комиссии. И по этому договору мы... То есть они собирают заявки от своего населения. Приезжают к нам сюда в аптеку. Соответственно, мы собираем товар. И чаще всего даже на своем транспорте до фельдширового пункта мы довозим. В районной больнице главе республики показали, как налажена работа службы неотложной помощи. В сутки медицинская бригада принимает более 20 вызовов. Они обслуживают весь муниципалитет. У нас выездная бригада. Сейчас она на вызове, на другое. Фельдшер выезжает. Сейчас вот она по трем адресам поехала. Температура, головокружение. Налажена в поликлинике и системы электронной регистратуры. Среди жителей муниципалитета она востребована. Очередей в больнице нет. За три года сюда пришли работать более 20 молодых специалистов. Практику здесь проходят и студенты медицинского факультета. Лучших потом тоже оставляют на работе. Я учусь в стомбологическом факультете. И в данном учреждении я прохожу практику. Все на достойном уровне. Специалисты, квалифицированная помощь оказывается. То есть, конкретно я прохожу практику стомбологии детского возраста. И пациенты, они все получают квалифицированную помощь. Глава республики встретился и с коллективом поликлиники. Михаил Игнатьев отметил, что с последние годы на модернизацию системы здравоохранения региона было выделено более 5 миллиардов рублей. И сейчас районные больницы оснащены не хуже городских. Все это создано благо для того, чтобы своевременно оказать качественные медицинские услуги нашим жителям Чувашской республики, нашим гостям. Немалые средства в Чувашии выделяют на модернизацию образовательных программ. Вот так в лицее поселка проводят уроки информатики. Для учеников закупили 6 комплектов роботов. Эту модель собрали недавно, она способна объезжать преграды. Юные техники даже придумали роботу имя. Исследователь. Талантливой молодежи глава региона вручил свидетельство о получении стипендии за особую творческую устремленность. В этом году на нее были номинированы и лицеисты. Ученик 10 класса Николай Андреев проявляет большие успехи в учебе. Его багаже победы на престижных олимпиадах. По тематике, по информатике самое главное. По экономике, по странам много. Но сервисовки пока что моя цель. Мне информатика нравится. Я скорее всего буду уже конкретно учиться после школы. Но всего же в прошлом году учениками лицея на олимпиадах было завоевано более 70 призовых мест. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Рост цен все еще остается самой обсуждаемой темой. Глава Чувашия Михаил Игнатьев побывал на предприятиях торговли и ознакомился с ценами на социально значимые продукты. Однако приезд на первую локацию центральный рынок скорее напомнил внеплановый прием граждан. Посетители не упустили возможности задать интересующих вопросам. Общеизвестно. То, что обсуждают на рынке, волнует общество больше всего. Неудивительно, что разговор начался с ценной лекарства. Я заболел. Купил самый дешевый, Ринекол. Стоил неделю назад 103 рубля. Иду в эту аптеку, и этот Ринекол стоит уже 107 рублей через неделю. То есть самый дешевый продукт. Какое производство? Российское. А сегодня, конечно, проблемы, где приобрести лекарства нет. Я вот буквально на этой неделе встречался с главными врачами нашей учреждения, поликлиники, кто представляет вообще лекарственный рынок. Сегодня в каждой аптеке мы делаем уголки жизненно важных лекарственных препаратов. Счера вот выезжал от Чебоксарский район, тоже смотрел. Есть иностранные производители, где цена на самом деле намного дороже. Есть российские производители, где цена дешевле. Вот вчера я убедился в чем. Одно и то же лекарство. Российское производство, зарубежное производство. Зарубежное стоит 200 рублей. Девушка могла купить за 200, но ей подсказали, лучше купить и за 30. Это дешевле, а действия препарата одинаковые. Она сэкономила в данном случае 170 рублей. Только надо так подходить. Вопросы граждан касались жилищно-коммунального хозяйства, несанкционированной торговли и даже противодействия незаконному обороту наркотиков. Некоторые проблемы тут же были взяты на карандаш. Подробнее о том, как прошел рейд по предприятиям торговли, смотрите в информационной программе «Республика» завтра. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, «Республика». Очередную проверку на прочность проходит в эти дни службы жилищно-коммунального хозяйства и инспекция дорожного движения. О ликвидации последствий снегопадов говорили сегодня утром в столичной администрации. Каждый день уличная дорожная сеть очищает около 120 единиц коммунальной техники. Накануне было вывезено почти 4 тонны снега. Дорожники работали круглосуточно и в три смены. Тем не менее, ситуация на дороге города была непростой. До Гагарина-Ленина и от Гагарина-Ленина до Николаева троллейбусы очень шли тяжело. То есть шлифовали полностью, стояли. Непонятно, как попавшие в центр Чебоксар окруженные фуры тормозили движение. Ухудшил дорожную ситуацию во время снегопадов и выезд учебных автомобилей. Они начинают трогаться, не умение вождения, опять же встали. Вот эти моменты надо заранее предупреждать, потому что знания снегопада будут оповещать, чтобы они в эти дни не выезжали. В городе две фуры было, Московский проспект, на Калинин. Они оба встали и практически оценку дали две фуры, как город не готов. Главы районов доложили о состоянии дорог частного сектора, дворовых и внутриквартальных территорий. В целях своевременной уборки снега администрации Ленинского района были проведены организационные мероприятия с приглашением руководителей управляющих компаний. Акция СтопСугроб, по мнению участников совещания, тоже поможет выявить нечищенные дворы. Горожане могут прислать фотографии и замечания в городскую администрацию. Каждый факт обязательно проверят. Понятно, что в этих случаях ответственность лежит на управляющих компаниях. Они должны принять все меры, чтобы жители не утопали в снегу. В целом столица выдержала натиск стихии. Мы должны скоординировать всю нашу работу и принимать конкретные меры. Молодцы, город не остановлен в движении. Благодаря только вам, вашей заслуге, а в дальнейшем мы еще улучшить должны. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Осложняя ситуацию, мешают убирать снег и неправильно припаркованные автомобили. Только за 4 дня февраля 40 машин отправились на штрафстоянку. Эвакуация автомобилей проводится только из-под запрещающих знаков. В столице, по становлению главы администрации, утвержден перечень мест, где дополнительно установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку автомобилей. Эти машины просто пришлось принудительно забрать. Они мешали дорожникам убирать снег. На штрафстоянку в феврале отправились автомобили, припаркованные в неположенных местах. На Эгерском бульваре, улице Гладково, проспекте Ленина и проспекте Мира. За нарушение правил с начала года по результатам совместных рейдов Дирекции по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств и ГИБДД по городу Чебоксары эвакуировано около 400 автотранспортных средств. На сегодняшний день эвакуация продолжается. Информацию о задержанном транспорте можно уточнить по телефону 50-62-05. Владимир Путин освободил от занимаемой должности ряд руководителей и сотрудников некоторых федеральных государственных органов. Среди них прокурор Чуваший Владимир Метелин. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Владимир Метелин возглавлял прокуратуру Чувашской республики с 2004 года. Получите ваш счет, пожалуйста. Такую фразу в скором времени могут услышать жители республики не только при выходе, к примеру, из ресторана, но и от своего участкового врача. Дело в том, что с 1 января во всех субъектах федерации, в том числе и в Чувашии, введена программа по информированию населения о стоимости медицинской помощи. Подробнее прямо сейчас. Елена Петровна к участковому врачу ходит часто. В этом году после визита, кроме назначения рецептов на лекарства, пенсионерка получила еще один документ. Справку о стоимости оказанных ей медицинских услуг. Так, после сегодняшнего осмотра терапевтам в ней значилась сумма в 192 рубля. Нам раньше эту справку не давали никогда. Теперь мы будем знать за каждый прием, сколько денег платит государство за наш прием. Поэтому нам дали такую справочку. За эту справку не платим и не спрашивают с нас. Впрочем, так хорошо осведомлены далеко не все посетители поликлиник и больниц. Хотя сама программа в пилотном варианте еще в прошлом году была опробирована в ряде регионов России. Информирование населения о стоимости оказанных медицинских услуг вели по поручению Владимира Путина. По замыслу разработчиков нововведений, граждане должны знать о средствах, которые выделяются фондом обязательного медицинского страхования на их лечение. Но многие опасаются, что платить по счетам придется из собственного кармана. Тему активно обсуждается в социальных сетях. От того, что пациенты будут знать, сколько стоит его визит к врачу, УЗИ, МРТ, следовательные очереди уменьшатся, или пациенты откажутся получать эту, пока еще бесплатную помощь. Нас просто готовят к введению повсеместной оплаты за все. Привыкайте, ребята. Специалисты не устают объяснять. Систему обязательного медицинского страхования никто не отменял. Все равно каждый у нас делает отчисление в систему ОМС. Поэтому мы пока работаем, за свое здоровье платим, а потом уже эти деньги тратятся на оказание медицинской помощи. По данным территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии, только на организацию стационарной медицинской помощи в прошлом году направили почти 4,5 миллиарда рублей. В пересчете на одного пролеченного это составляет порядка 20 тысяч рублей. Бесплатное лечение для гражданина, а для государства обходится в существенные средства. Сама справка не является финансовым документом, а только является информационным документом, который дает возможность человеку понять, сколько же на него потрачено в ходе его посещения в больницу. Так что теперь о том, сколько стоит оказание медицинских услуг и соответствует лечение федеральным стандартам качества, можно узнать сразу же при выходе из больницы, получив справку. Продвинутые пациенты смогут все проверить в личном кабинете на портале госуслуг. Из-за высокой заболеваемости детей вирусной инфекции в нескольких школах приостановлены занятия. На данный момент на карантин закрыта Октябрьская школа в Марпасадском районе и школа номер 53 города Чебоксары. По сообщениям родителей на форуме «На связи», на карантин также закрываются по несколько классов в чебоксарских и новочебоксарских школах номер 5, 11, 20, 40, 44, 46, 47, 49 и 55, а также гимназиях номер 2 и 6. По данным Роспотребнадзора, только за последнюю неделю января в республике зарегистрировано 7563 случаи заболевания гриппом и ОРВИ. Преимущественно болеют дети до 14 лет, почти 70% от всех заболевших. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла по республике в целом на 56%. В госнаркоконтроле подверили итоги года. Как выглядят чуваши на фоне других регионов? Какие виды преступлений сократились? Какие, наоборот, увеличились? И главное, какие меры предприняты для стабилизации криминогенной обстановки? Об этом и многом другом рассказал журналистом начальнику ФСКН по Чувашии генерал-майор полиции Евгений Барсуков. Успехи полицейских Чувашии в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков отмечены как на окружном, так и на федеральном уровнях. Особенно по ликвидации наркопритонов. Только за прошлый год расследовано 272 преступления по этой статье. Если сравнить данные за несколько лет, то к 2014 году в разы сократилось количество изъятых дезаморфинов. Снижение дезаморфиновой наркомании во многом произошло потому, что в Чувашии на 8 месяцев раньше, чем в целом по России, запретили свободную продажу кодеиносодержащих препаратов в аптеках. Кстати, по словам Евгения Барсукова, именно в нашей республике все заинтересованные стороны, начиная от властей профильных ведомств и заканчивая общественностью, взаимодействуют очень эффективно. В первую очередь, конечно, это позиция руководства республики и главы республики лично, который возглавляет республиканскую антинаркотическую комиссию. В подтверждение своих слов я хочу сказать, что у нас один из немногих регионов, где уже более двух лет в открытой продаже, то есть в торговых точках и прочее, не продаются даже разрешенные психоактивные вещества, акулитинные смеси и прочее. Нет. Они там, одна-две попытки в год бывают, но они тут же пресекаются. Последний такой показательный случай, который более двух лет уже назад был, я о нем, так сказать, периодически говорю, когда появилась такая точка в одном из торговых домов. Орендодатели даже нас не стали ждать, подняли там, по-моему, в пять раз арендную плату и выжили этих товарищей в кавычках. Огромная работа проделана по противодействию распространению спайсов. В 2014 году ликвидировано одно преступное сообщество и несколько групп, занимающихся распространением спайсов. В итоге наркомафии был нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. До наркопотребителей не дошли более 40 тысяч доз наркотика. По некоторым позициям Чувашия, наоборот, отстает от большинства регионов. Но наркополицейские об этом нисколько не сожалеют. Не секрет, в республике нет героина. Такие количества, в которых они есть. Взять Самару, Татарстан, Пермь. Но это хорошо, что нет. Здесь я согласен, что мы на последних позициях в стране. Я здесь обеими руками за. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика. В эти выходные в России пройдут традиционные соревнования «Лыжня России» и «День зимних видов спорта». В парке «500-летие Чебоксар» вовсю идет подготовка. Сегодня днем там побывала и наша съемочная группа. К «Лыжне России» усиленно готовятся и в Чебоксарах. В этом году внесены изменения в программу соревнований. Впервые запланировано разделить выступления любителей лыжного спорта и профессионалов. Лыжники-спортсмены примут участие в гонке 7 февраля на профессиональной лыжной трассе в Лапсарах. Массовый же забег пройдет в воскресенье в парке «500-летие города Чебоксары». Сейчас здесь идет подготовка трассы. При помощи снегоходов утрамбовывают снег. В этом году дистанция будет сокращена. Ее длина составит 2 километра. Для детей – 500 метров. Старт запланирован на 12 часов дня. Готовится и праздничная программа. В парке установят сцену, будет открыта торговля. Праздник пройдет и в субботу, 7 февраля. В этот день в республике отмечается День зимних видов спорта. Мероприятия этого праздника будут проводиться на стадионе Олимпийской, на ледовом катке. Будут проводиться показательные выступления по шортреку, по фигурному катанию. Будут выступать хоккеисты. Ну а закончится все ледовой дискотекой. Приглашаем всех желающих. Приходите, посмотрите. Это будет интересно. Ежегодная компания «Ростелеком» устраивает для детей разных возрастов настоящий праздник. Мостат по лыжному спорту, матер-классы по фигурному катанию с приглашением профессионалов из Москвы, а в этом году состязания в духе зимних, запав на территории Чепарка в Лакревском лесу. На старт с Ростелекома вышли ученики Кугейской коррекционной школы-интерната. Этот спортивный праздник детям запомнится надолго. Столько зимних развлечений и все в один день. Эти мероприятия мы проводим уже не первый год. Более трех лет мы провели уже огромное количество таких стартов. На сегодняшний день где-то порядка 400 участников через эти старты прошли у нас. Я думаю, что мы продолжим дальнейшая популяция данных стартов и думаю, что Ростелеком на этом не остановится. Задания практически на каждой станции маршрутного листа для детей были необычными. Ведь мало кто из учеников коррекционной школы-интернат до этого катался на ватрушках с ледяной горки. А хождение на командных лыжах вызвало у ребят еще больше эмоций. Ведь тут помимо физических навыков необходима сплоченность. Как только ребята это поняли, все пошло намного лучше. Мы катались на лыжах, на надувных, и проходили всякие препараты. Ну, и мы проходили их, и это было не так уж и легко. Были и задания посложнее. Метание снежков на меткость и станции бабочка и обнимашки. Здесь ребята изучили азы веревочного триала, что оказалось достаточно нелегко. А вот в детском городке все было намного проще. Лестницы, канаты, запутанные ходы – все это заинтересовало любопытных участников. Мне понравилось здесь все. Горка. Мы еще на лыжах катались. Бегали дружно. Очень весело. Весь маршрутный лист пройден, оценки получены. Далее самая волнующая часть – подведение итогов и награждения. Золотыми медалями были награждены участники команды «Быстрица». Однако и это еще не конец праздника. После зимних соревнований на улице всех ждал горячий чай, а потом новые развлечения и подарки. Мы и дети наши очень рады участвовать в этих праздниках, всегда стремятся быть веселыми, жизнерадостными. И, конечно же, эти праздники очень помогают разнообразить наш школьный досуг. Все участники получили мягкую игрушку медведя-спортсмена, а потом снова отправились веселиться, кататься на ватрушках, бананах и играть в военно-спортивную тактическую игру «Лазертак». И подобные праздники Ростелеком проводит дважды в год, радуя все новых и новых гостей. Таким стал этот четверг глазами корреспондентов национального телевидения Чуваши. Я с вами прощаюсь и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова